всем добрый вечер привет привет вы на канале пиратская жизнь ну что он попробуем 2 баденьки салата помните вот тут тот азик салатку приготовить прошло обязательно посмотрите его объемы вот видите весь он в лес вот в 2 маленьких два маленьких тазика я шучу конечно ребятки сегодня пробуем крабовый салат по-новому вот у нас также смотрите да и да и нашу треку надо еда на рыбку доедаем картошку курочку ну и как говорится всем приятного аппетита а мне как всегда слил остатки твоя водичка итальянская итальянская а себе-то новенькой свеженькой у меня дешевая вауан сейчас такой сказал это чё это вся еда видите воду льда в точно я итальянская минеральная а у меня а я пиратская бомжи у нас что скажу я так да так попробуем пусат замутил неплохо правда перца девочка чудом перца тут ох черные . это перец и чё переборщил ничего не переборщил в принципе мне кажется либо будем лучше конечно соленые гурочки все же разъем солеными огурцами просто не купили свежих обузе по 329 рублей жалко если они испортят 370 эти уже по 329 эти да не ходят по пути похудели похудели на и где тут перец чувствуешь с такими ценами реально девушка худеешь приходишь огурцы по цене вот мы сегодня купили свинину хорошую шею девочки знаете сколько она стоит 299 для сравнения огурцы 329 это вообще ни в какие ворота не лезть 302 299 рублей шея он посмотри да по акции да нет не вообще стандартная цена а там лежала по моему ветреная часть 289 308 9 больше это свинина говядина там говядина всегда был даром а тут огурцы какие-то мать понимаете вообще еще какой весь январь участвовал сыграть собрали пипи одну году такое ощущение что действительно собрали последний раз перед новым годом даже такой цене там приходите огурцы выбирать потому что они себя вы новый по яйца только мать нам чем поручить ухар в кашу писец вообще приходишь зла не хватает я имею ввиду свежие огурцы это как это говорит второй оборот бы только марте марте к восьмому марта даже не двадцать третьему восьмому конечно это жутко вода естественно то что осталось чем затем если добавить рис какой-нибудь он был бы тяжелый такой салат а тут за счет капусты и свежих огурцов мне кажется такой легкий получился не сильно такой тяжелый дабы не ругаться за салат сорок поделение мне так нравятся вот эти площадки в Икеа вообще прям идеально вообще я хочу девочки в этом году съездить в Икеа когда уже на своей машине я надеюсь когда будет Вован за рулем хочу съесть и обновить себе посуду чтобы поменять вот эти старые тарелочки нужно это нещадно все повыкидывать чтобы все было в одном стиле красиво даже вот эти вот черные тарелки мы тоже брали тогда в Икеа мне очень нравится рис без ультара не дурно то что обвели магазинчик где отсюда как надо который в этой фантастике да про форфор форфор мне вообще всякое разное домовой что ли у меня по телевизору по телевизору да ну и что ну прям такой большой и там всякие рюмочки от рюмочек там всяких ложечек вилочек только нет блин тарелок маленькие такие сякие не ну знаешь я смотрела же эти вечные лета они сделали ремонт дизайнерский им нужна была посуда определенная да и вот они хотели черную посуду причем знаешь матовую как бы глянцев это полно а вот именно матовую то есть определенные какие-то позиции да сложно найти вот они действительно чтобы под дизайнерские ремонты так вот посуду ищите такие магазины это специфический конечно есть но там цены у меня знаешь какой-нибудь фарфор не нужен необычный фарфор шару ям на блин стоящего нету есть нету фарфор из китая я помню вот магазинчик в этом фантастике можно первом этаже напротив гипермаркет ну короче помнишь вот там очень красивая посуда ну блин там цены такие оси хочет их отпадать там блин думаешь то ли в резину новую купить то ли тарелочку вы бы давить кажется на огонь так много рону кончат нам надо больше смотрят мы с ловчиком поржали ходили сейчас по спортмастеру же я такая выбираю кроссовки я тогда смотрю а кроссовочки я посмотрю себе название и там очень много позиции дешевле сейчас вот компьютер подбираю действительно даже это все и вот компьютерная составляющая есть как я тебе говорю в сериале почка показали ну да сейчас пять минут я померю на ешь купашки кисточки на рынке за 5 тысяч нам заказать на официальном сайте за 15 померяешь мой мне не подошел на извините вот эта вот тема курица с картошкой вообще идеальное сочетание курица картошка солдан друг другу как мы с тобой зато до этого зашли мастер и носков 1300 накупили ой цены сейчас конечно одни носки 500 рублей так какие-то ски смотрели 1300 носки что такого в этих носках сразу применять эту за речи школы так очень прям вот смехом прямо с начесом нас распоминается турция где помнишь там на сколько там 10 долларов на тебя 40 пар сразу они каждой давно носки как мы с ручком то купили что-то эти носки и каждый день их каждый день их меняли просто носки ежедневные однодневки босс там хуга босс и проще пума адидас чем реально они за один день активного использования не просто вот такие были растягивались ужасно вторых рвались и у них все но тем не менее но цены последнее время помощи на всем всем на всем вот сейчас выбор комп выбираю посмотрела сколько стоит все это содержимое прошли раз когда обновлял всех об это было когда году нам уже четыре назад до них и наверно звонок перед когда первый канал то мучить начали это обновил три года было это таком до 75 мне казался прям дорогой дорогой сейчас 75 80 только одна видеокарта стоит так вот видеокарта что я смотрелся самая дорогая 300 с чем-то тысяч стоит 9 а так вот из-за вот этого красного майнинга цены ужасно выросли хочешь собрать себе хороший ком то 150 даже не 100 на 100 уже нет 150 200 хорошенько более-менее это это без монитора это коробочка намного больше получаю удовольствие от вот этой вот еды они же им то что мы сражали пиццу это вкуснее однозначно пицца так побаловаться надо попиваешься на пиво еще и как и кашь не а уж тебя постучать хотел а тут и потом будешь это мне предъявлять что даже не постучала так завтра мне пораньше надо на ногти и сегодня это написали можете пораньше да вов кстати обещаться завтра девочки сделать котлеты свои фирменная да 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 лично три года ждут один к надеюсь все так как вкусно вот там смотришь да не шо мне еще прошу поднос поставь себе это ты если у меня очка не делаешь от центрируешь на все мазин тревожь да да так никто и не заметил да вы прошу нас мать и не крошку павшая потом весь пол будет жирный вроде ешь аккуратно как только будешь кушай аккуратнее а любимый муж вот молодец справляешься ну вы не думайте я конечно не устроит голомайку а некоторые писали она наверно бьет за кадр да 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 шон весь сдергался хочу то этом упал на всё что он и лишь подпрыгнуть что лажьи операции ладан да доном билл реальным вверху рубил домашние насилие от меня как меня тут назвали фидером что я типа тебя прокат Откармливаю. Он сегодня такой стоит перед зеркалом. Пузо такой выпустил. О, когда? Кто мальчик, девочка? Все. Загидонсировался. Еще кусочек ешь. Ешь. Да не буду я орать, успокойся. Да-да-да. Ты уже орешь. Устроил там. Выкинь. Из-за кусочка. Ну, возьми еще и не съешь. Плохо-плохо. Не отказывайся ни в чем. Не отказывайся с себя, да? Ну, ему не я есть, а ты ему спичкаешь. У него давление. Нет, там по-другому. Там, по-моему, все сложилось впечатление, что если ты зачем-то больно, то все. Тебе лучше вещи помереть. То есть ты должен питаться там исключительно всем вареным и прочим. И водой, и хлебом. На хлеб. Нет, хлеб тоже нельзя. Ты шо? Нет, нельзя. Только водой? Так, чтобы наверняка. Вдай хлеб. У меня куча примеров, когда люди совершенно продолжают жить такой же жизнью. Ну, немножко ограничивают себя. Ну, нормально все. Качество жизни, грубо говоря, практически не падает. И прекрасно живут. Ну, да. Ай, вкусно. Салат классный. И хорош получился. Он за счет вот этой капусты и огурца получился очень такой свеженький. Блин, какие-то кусочки тут цепаны. Рыбушка. Рыбушка. Ой. Сейчас все и сразу. Курица, салат, рыба. А кто-то мне, знаешь, что в комментариях писали? Что типа так нельзя есть. Не знаю только почему. Как так? Ну, типа нельзя все сразу совмещать. И рыбу, там, и курицу, например, и салат, например. Типа там чем-то опасно. Давайте окунемся, так сказать, в прошлое. Я вот вспоминаю, когда мы приходили в гости. Кроссенька, нам, гостя. Знаете, вот на столе всегда стояло все и сразу. И рыба, и мясо, и курица, там, и овощи. Да, да, да. И сладкое. Почему-то все ели все подряд. И все живы. Да, никто еще не помер. А тут мне прям таких понаписали. Что-то для него и не помрете скоро. Да, там же яд выделяется. Вообще. И прям выделяется. Вообще, мясо нельзя есть. Вот у меня отец дожил... Там же мертвичина. У меня отец дожил за 78 лет. Я считаю, что, в принципе, это достойный возраст. То есть, ну, как бы немаленький. Вот, ну, питался всю жизнь, как бы, ну, свободно. Вот, и отлично прошел. Так что, как-то, знаете, говорит, что вот если ты ешь там рыбу, мясо и так далее, то прям это проблема какая-то. Я не понимаю. Как-то я не понимаю этого. Всю жизнь так питалась. И ничего. Просто действительно на каких-нибудь велостолях там постоянно все и сразу. А еще потом все это дело запивается алкоголем, еще это, и заедается тортиком каким-то. Да. Все живы и здоровы. Ну. 70 лет так жили люди, пытались. А тут, оказывается, нельзя. А тут, оказывается, нельзя. Блин, да там же яд один. Мясо тоже есть вредно. Там, ну, там же когда убивают, и мертвичи. Ой, давай вот про вот этот нем. Нельзя ездить. Не за столом. Каждый выпирает на себя сам. У кого-то можно, у кого-то нельзя. Не знаю. Я говорю, я всегда вот так вот питалась и как-то пока жива. Тихо-тихо. Жить по правилам. Блин, это скучно. Кто хочет жить по правилам, езжайте в Японию. Нет. Там с пяти лет, где это дети, живут по правилам. И чужие. Он этого. Недавно инстаграм листала. Там Киркоров. Вот, и он там говорит, типа, от еды отказываешься, от того отказываешься. Тут все равно не плохо. Да, нет, подожди. Смотришь на людей, то этот умер, то тут. Что же мне теперь? От последнего кайфа отказываться там от того и сего. Может, я завтра помру и не пожрал нормально. Ну, как-то я не помню, как он так сказал. Лешка. То есть, ну, понимаешь? Что бы теперь не жрать, да, теперь? От всего и так отказываешься. Начнем с того, что люди уже на протяжении многих веков едят и мясо, и рыбу, и все вместе. Ну, и пока что-то, блин, человечество не вымерло, а все больше и большего. Уже 9 миллиардов. Кстати, да. Что я помню, когда была Манька, что там смотрела статистику, было, по-моему, 7. А сейчас уже 9. Быстро. Просто эти люди, которые об этом говорят, что вот там я, там, чего-то, они забывают, что в организме есть такая штука, которая такие вот слабые яды нейтрализовывает. Какие яды-то, Господи. Какой яд? У человека природы хищник вообще. Если бы мы были не хищниками, откуда бы у нас были клыки? Нет, в чем здесь это? Я тебе говорю о том, что, например, вот мы же ходим в лес и собираем грибы. Уже давно доказано, что даже в съедобных грибах содержится яд. Только в меньшей концентрации. Именно поэтому некоторые грибы сначала отваривают, потом жарят. Либо жарят, и этот яд выводится. Нет, просто знаешь, вот насчет веганства, знаешь, я читала такую статью. Просто каждый к этому сам приходит. Просто кому-то, знаешь, бывает так тяжело от мяса. Вот бывает такое, что вот просто организм уже его не принимает, отторгает. То есть, ну, когда ты не можешь питаться тяжелой пищей, потому что, ну, проблемы со здоровьем бывают, да. То есть, мясо – это сложный, тяжелый продукт для переваривания. Это очень сложный белок. Да. То есть, соответственно, какой-то белок из овощей, он легче выкваивает. Но, а с другой стороны… Хожий белок такой же на мясо есть в грибах. Ну, вот, да. Вот видишь? Но это же не мясо, это же грибы. Нет. Я говорю, я никого не осудаю. Будь ты веган, не веган. Я говорю, я, например, просто жить не могу. Например, без мяса. Без рыбы. Без молочной продукции. Кто-то считает, что для него это правда. Но говорит, что вот это вот нельзя, типа вот. Ну, считаю, нет. Я говорю, вот у меня отец уже питался. И слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, прожил вот, видите, как долго. Хорошо. Я тогда читала очень много статей. Про всё это. Вот. И там писано. А вообще, вообще, знаешь, чем меньше читаешь, чем меньше вот этого всего поглощаешь, тем легче и здоровее живёшь. А то вот только вот залезешь всего, начитаешься. Ну, я говорю, сегодня утром на форум залезла, прочитала. Одна пишет, у меня лопнуло в самолёте. Другая пишет, я тут летаю с 10-сантиметровой, и мне всё плохо. Извините меня. Туда-сюда два раза в месяц. Да. И вот кому верить. И не лопается. Да, не лопается. Вот. И, понимаете, третья, там, чуть ли я там диваной дёргаю, там, извините меня, срывка. Каждый день. Да. Четвёртая, там, да я с мужем тут. А тут на другую, там, только, там, извините меня, что-то там муж поглядел случайно, не так. Да, и всё лопнуло сразу. Вот. И кому верить. И вот, действительно, знаете, лишний раз не прочитаешь вот всей вот этой информации, которую нам заливают в уши, и как-то понимаешь, что как-то попроще жить. В чём уже, блин, левает из интернета. Завидую, знаете, вот Агафья, я помню, смотрела ролик, Агафья Фёдорова, или как-то так, которая аскетка, она живёт в Сибири, в лесу, то есть она как бы живёт без электричества, без интернета, без всего-всего. Вот, она, то есть, ну, сходила, там, набрала, там, ля-ля-ля, человек совершенно здоров. Она ест и мясо, и то, и пятое, и десятое, и овощи, и, то есть, ну, как бы она не думает, что надо, не надо, то есть, ну, человек не засоряет свой мозг лишний. И человек счастлив. Ну, так вот, так что, не знаю, лишний раз, мне кажется, вот это всё надо. А вы в интернете читаешь, когда что-то нужно... Все друг другу противоречат. Это нужно фильтровать. Да, 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 нужно подвергать сомнениям каждому. Там всё, что написано, это не всё правда. Да. И даже то, что мы говорим, не всё правда. Я говорю, верьте только себе. Вот, и людям, которым вы доверяете. Всё. А, извините меня, людям в интернете, которые один одно сказал, другой другой сказал, третий, третий сказал. Третий, четвёртый, пятый. А в итоге пятый вообще всё это проверка. И выходит так, что жить вообще вредно. Ну, на этом и заканчиваем. Да, мы пошли вредно отдыхать. Жить. Вредно отдыхать. Вдыхать, да. Вкусно кушать. Есть вредную пищу. Пищу. Смотреть интересные неправильные фильмы. Вредные. Вредные, неправильные фильмы. И вообще, как бы, наслаждаться всеми благами неправильной жизни. Да. А те, кто любит всё это дело, не забудьте поставить лайк. Читайте интернет. Нет. А те, кто придерживается нашей философии, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. А кто нет, читайте интернет. Ну, короче, да. Всех любим, всех целуем. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо всем. Пока. Пока. Пока-пока.